Тили-ти-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли! Ты читала комментарий под нашим роликом? Почитаем! Кому интересно, может тоже прочесть под роликом, под подкастом «У здоровой женщины нет месячных». На самом деле это стёк был с нашей стороны. И те, кто слушал ролик, вы понимаете, у здоровой женщины должны быть месячные. Олеся пишет Я так и знала про йогу Вот так и знала Благодарю себя за чуткость Вадим Наталья дорогая Поберечь бы нервы Несмотря Тикток с такими роликами Тут и улыбаться И плакать Может она имела ввиду Всегда быть беременной А мужик Пусть пупок рвет Чтобы всю раву Потом прокормить Кстати про беременность Мне очень понравился Ролик Жириновского Где он там с попом вместе Общался И поп рассказывал Что у него 12 детей И там куча внуков 26 внуков что ли И что его жена счастлива Вот растя детей и внуков Жириновский говорит Вот умножьте на 2 Умножил детей Плюс добавил внуков Говорит 32 года говна Она только и делала Что стирала Мыла жопы И вы считаете это счастьем На самом деле Люди не смотрят Не меняют восприятие А если Сменить восприятие И посмотреть На одну и ту же информацию Под другим углом Ты вдруг Обнаруживаешь Совсем Другие краски И то что казалось Ой у меня 12 детей Там куча внуков Подожди дорогой Давай посмотрим С позиции женщины На самом деле Это так Поэтому все Что касается Месячных И беременности Беременность Да Когда женщина беременна У нее нет месячных И это нормально И когда Вот эти славянофилы Пишут Про То что Женщина сама Управляет Своим месячным циклом И что это грязь И так далее Но сейчас мы до этого Дойдем Йога не для женщин Да Подобного бреда Давненько не встречала Замечу Пишет женщина А я сразу и поняла Что женщина Потому что Потому что занимается йогой А милые йогини А вы на самом деле Задумайтесь И посмотрите На то Как меняется Ваш гормональный фон На то Как меняются Ваши отношения С мужчиной И на то Есть ли у вас Месячный У тех Кто серьезно Занимается йогой И вы поймете Что их нету У очень большого количества людей Либо бывают Гормональные сбои Гормональные сбои Почему это вдруг У йогини Гормональный сбой Подумайте Просто головой подумайте Сами себе Честно Ответьте на вопрос И не лгите нам Нам-то похрен Мы знаем Что идет сбой По энергетике Мы знаем Что идет сбой По эндокринной системе Мы просто это видим И если еще Женщина так Ну периодически Сходила Как на физкультуру Там этого не будет А если пошли Серьезные нагрузки Серьезные занятия С системой ценностей И убеждений По йоге Все Дорогая Привет Ага И мужики Мрут Быстрее Женщин Потому что Не чистят себе Месячные Мишлаки До токсины Потерпите Еще чуть Скоро Научатся делать Мужчин С месячными До беременными Немного Осталось Ой, блин А вот Ратибор Русаки Ратибор 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 Здоровой женщины Регулярно Вырабатывается Здоровая Яйцеклетка И если Эта яйцеклетка Не оплодотворена То она Выходит Наружу И она Выходит Очищая Слизистую матку Все Дорогие мои Это Нормальный Физиологический Процесс Будь ты Ратибор Или не Ратибор Но это Нормальный Физиологический Процесс Это точно Так же Мы можем Сказать Ваша Сперма Грязная Со шлаками Ядовитая Токсичная Там куча Лекарств И слизи И здоровый Мужчина Не вырабатывает Сперму Точно так Можем сказать Ну И как вам это А больные Ходят И разбрасываются Своей спермой Ну вы думаете Что вы говорите Вот когда Вот такую херню Пишите Ну это конечно Вот эти Славянские Штуковины У меня иногда Кажется Что у славянистов Бывают мозги На бекре Вот их Настолько В какую-то Херню Аля ведическую Аля Аля ведическую Засунули То есть Какой-то придурок Сказал А все у костра Дружно Повторили И сказали Да Мы же такие уникальные Это кстати Все на программах Уникальности Мы такие уникальные Мы такими Глубинными знаниями Обладаем Ну это знания Где тут Эти знания Это в чистом виде Лож Что за соревнования С мужским родом Из ролика в ролик Ладно Инфодайнг Создался Доказать мужикам Создавался Доказать мужикам Но ведь Мужчины не меньше Руки Руки И головы Приложили к тому Что все Все сейчас Имеем И умеем Мужское Уже вымирающее Понятие Сотрется Немало Из него А ведь Вас Ваз М Больше Чем Ж Для темы Освещения Других авторов Прихода К целостности Предлагаю Ролик Павлуша Она в теле М Ну Слушали Да не дослушали Ну я вообще Суть не уловила Я тоже не уловила То есть набор слов А суть Я не споймала Ну ладно Мыло и мыло Максим пишет С твердым знаком Максим Г Точка Странный разговор От ник Мужик должен сливать Иначе будет проблема Какой бред Я на воздержании И чувствую себя Энергичным Максим Г Максим Г И восклицательный знак Вы на воздержании И чувствуете себя Энергичным Смотрите Пока вы молоды Ваше воздержание Оно Не слишком сильно Бьет по простате А давайте вы На своем воздержании Доживете Лет до 50 И потом поговорим О простатите Об аденоме простаты И попробуйте Потом вернуть Свои половые функции По запросу Вот раз И у меня есть Рабочий инструмент А его нету А его нету Потому что Use it or lose it Используй Или потеряешь Если ты Не пользуешься И он не нужен Никому И тебе тоже То он отвянет Кстати На эту тему Реальная жизненная история Я когда-то работала У меня была знакомая Которая Ей было Где-то порядка 43-45 лет В то время И она искала Себе мужа Искала Очень усиленно И она ездила Специально отдыхать Почему-то Очень любила Анапу и Сочи Летала туда И регулярно Искала там себе мужа И вот После очередного Приключения Приехала И рассказывала Девчонки Не встречайтесь С мужиками Кто не был женат И мне так стало Интересно Послушать Я тоже Замужем много лет И я говорю Почему? Она говорит Вот прикинь Мужику там 45-46 лет Он никогда Не был женат Он все время Был на воздержании Боялся женщин Говорит Вот знакомились Я там с таким мужчиной Ухаживать Цветы каждый день Рестораны Все прекрасно И говорит В какой-то момент Я уже решила сдаться Пора брать мужика Штурмом И говорит Я сдаюсь Ложимся в постель И спим Как брат и сестра Второй день сдаюсь Ложимся И спим Как брат и сестра Третий день сдаюсь И вот Оказалось Что у него в жизни Не было женщин И инструмент Он потерял Так вот Из опыта этой дамы Из рассказов Этой дамы Оказалось Что это у нее не первый случай Такого облома И она говорила Если мужчина был женат То есть шанс Что он все-таки Имеет рабочий инструмент Так что Я не говорю Что все холостяки На сегодняшний день Его потеряли Есть те Кто прекрасно практикует Женщинами Но при этом Они не на воздержании Поэтому Максим Г Подумайте Какое Г Вы в своей жизни Запускаете Надо ли оно вам Но дело в том Что Максим Он прикрывает Свои слабые Стороны Вот этим воздержанием На самом деле Он Это как самообманом Занимается Потому что боится женщин Прячется от женщин И лжет сам себе Что типа Я такой уникальный Я уникальный На самом деле Там проблема У Максима Угу Вихард пишет Не несите дичь А именно Даже сперма Исчезает При выходе На состояние Тела Как храм И месячные Тоже исчезают Славянской традиции Это известный факт Так монахинь И ягинь И монахов Буддистыми Проверяют И в России Некоторых Такие ходили Голыми И назывались Юродивые Обоих полов Именно есть Если есть ночное Семяизвержение То не посвящен От слова Просвящен светом А не начитан Книгами Просвещение Это переход Из состояния Телесного сознания В храмовое сознание И такие именуются Храмовниками То есть В которых Пребывает Бог Вы знаете Что Вы полностью Обесценили Себя Жизнь И вообще Что связано С жизнью То есть И с вами Полностью Вот это все Обесценено Это не любовь К себе Это не любовь К жизни Это ненависть Даже к жизни Это как злость К тому Что я родился То есть Вот на самом деле Вот ты читала А я понимаю Что у человека Искажение Настолько сильное Что он даже Если я так поняла Он даже пишет Словами Какого-то того Да Языка Да Или нет Ну он Да Он называет Он полностью Берет Религиозные Представления И эти представления Транслирует Смотрите Если мы берем Исторических Юродивых То Это люди Которые Обладали Определенными Дефектами Психики Либо физиологии Это были больные люди Либо на голову Либо физически Но Они очень были Выгодны церкви И церковь Из них Очень классно Делала Говорунов Которые Несли Те идеи Которые Если бы ты Сказал здоровому На голову Человеку Он бы сказал Ты что больной Что ли Поэтому Из уст больного И еще сказать Что он просветленный Эти идеи Они очень даже Казались умными Ну потому что Глядя на него Ты не ожидал Таких умностей И Таким образом Те идеи Которые не могли Сказать сами Попы Они использовали Юродивых И они говорили это Но это не значит Что это люди были Духовные Просветленные И так далее Приведите Примеры Юродивых Которые были Образованы Начитаны Действительно Добродетельны И так далее Их история Скрыла имена Да Зато больных На голову Ну посмотрите Сколько было В церковно-славянском Юродивы Употребляются Также в прямом Значении Пять же Бе От них Мудры И пять Юродивы Что-то Это что-то На нерусском Многие пророки Верхов Ветхого Завета Библии Считаются Предшественниками Юродивых Христа Ради Пророк Исаия Ходил Нагим И Басым В течение Трех лет Предупреждая Предстоящим Вскоре Египетском Плении И так далее Искажения Намеренное Старание Казаться Глупым Безумным В православии Юродивы Слой Странствующих Монаков И религиозных Подвижников Цепями Мнимого Безумия Юродства Христа Ради Объявляются Облечения Мирских Ценностей Сокрытия Собственных Добродетелей И навлечения На себя Поношений И оскорблений Обесценивание Жизни Обесценивание Просто Обесценивание Жизни Обесценивание Здоровья Обесценивание Обесценивание Разума На самом деле Вообще Разума Как ненужные Вещи Нужен ум И все А разум Нет Вот здесь Это И если Видеть Через призму Обесценивание Разума То мы Видим Через призму Обесценивание Разума Уже Не несите Дичь Сперма Исчезает При выходе На состояние Тела Как храм Подождите Тело Тело В нем Действительно Живет Бог Из тела Возможно Управление Реальностью Из тела Создается Реальность Только Из тела И никак По-другому И любое Обесценивание Тела Как храма Божьего Храма Создателя Это Преступление Против себя Это предательство Себя И при этом В этом теле Физиологически Предусмотрено Изначально Размножение Создание Себеподобного Для создания Себеподобного Используется Яйцеклетка И сперматозоид И мы Сейчас Не в Средневековье Живем Чтобы Объяснять Такие Вещи На видео Это Смешно Блин Когда Работает Репродуктивная Медицина И так далее Ты читаешь Комментарии Людей Сектованных И ты понимаешь Это безумие Ребята Вы сидите В концепциях В которых Нету Не только Мудрости Тут даже Ума Нету Просто Скажите себе Стоп И задумайтесь Задумайтесь Что вы делаете Вы Обесцениваете Тело Вы обесцениваете Жизнь Ориентируясь На юродивых На людей С психическими Расстройствами И физически На болезни На болезни На искажения Причем Выгодную Для религии Выгодную Для концепции И вы находитесь В этих же концепциях Представляете В чужих Сказать А разум где А разум спит Спасибо За видео За видео Здесь Вишенкой На торте Было бы еще Если бы вы немножко Рассказали Почему так больно Может быть Во время месячных Кто-то даже Теряет сознание Кто-то от невыносимых Болей вызывает Скорую помощь Или еле Или терпит С помощью обезболивающих Вот эта тема Тоже интересна А так Спасибо Что подняли Тему месячных Дело в том Что Отношение У нас К телу К женственности У каждого Свое Есть люди Которые Есть женщины Которые Сами боятся Месячных И считают Их грязью Есть женщины Которые Сами Прячутся Стараются Не показывать У них есть Травматичный опыт Связанный с этим В подсознании И с этим Будет ассоциироваться Боль Именно поэтому Очень часто Женщины Помогают Первые роды То есть После того Как женщина Дала Жизнь У нее Боль Ушла Потому что Она уже Дала Жизнь И поняла Что тут Нету Грязи Она уже Расслабилась Она Расслабилась Она поняла Что здесь Чистота Потому что Вот она Держит в руках Своего ребенка И это Любовь Это жизнь Это кайф Это счастье И этот Ребенок Рожден Благодаря тому Что у нее Выделилась Яйцеклетка Как Она может Теперь считать Это грязью Бояться И отторгать Это то же самое Что сказать Что Есть левая рука И правая рука Одна лишняя Это то же самое Сказать Просто Что Не нужны Месячные И все остальное Что тут было Написано Что это грязь Яйцеклетки Поэтому Все что касается Болевых ощущений Это всегда Есть программное Обеспечение Травматичное Из прошлого Либо связанное С воспитанием Текущей жизни То есть Родители могли Где-то Ой не дай бог Кто-то увидит Зашугали Или там Просто словила Информацию Что это должно Быть больно Что это должно Быть так И у нее это Прописалось На подкорке И то есть Вот здесь Эту информацию Можно снести И тогда Выровнять Либо же Она будет снесена Первыми родами И у большинства Женщин После первых родов Идет восстановление И боли пропадают То есть Женщина принимает Свою женскую Ой сколько Бабков Ёжков Набежало Это О райская Комментирует Комментарии мужиков Смотри Ведь большинство Комментариев Написали мужчины Под роликом О месячных И про грязь Пишут мужчины Умы Умы Я же уже разум Где Умы только Вот смотри Ты б как женщина Начала писать Комментарии Если б там Где-то что-то Про сперму писалось Ну нет конечно Даже это неинтересно было То есть вообще похрен Да Не моя тема Ну Ну Есть она Есть Нету и нету Это ваша проблема Мужики балуются Вот У нас вообще к мужикам отношения Как инопланетян Не писают стоя Да Когда у нас спрашивают Девчонки Вы встречались с инопланетянами Вы знаете Есть ли инопланетянин Мы говорим Есть Сто процентов Инопланетянин Это тот Кто писает стоя Еще инопланетянин Не может найти В холодильнике Сметану За бутылкой молока И еще он Каждое утро Ищет второй носок Вот Для нас Это инопланетянин Вот Такое сознание Это инопланетное И для того Чтобы это Инопланетное сознание Вошло в разум Надо чтобы оно Разобралось с носками Разобралось с холодильником И Ну Писать стоя Уже тут не отменишь Да Хочет стоя Хочет сидя Как хочет Пускай так и писает Мы что за ними Наблюдаем что ли Но Сам факт Что для нас Это инопланетяне И нам абсолютно Не интересно Что там происходит А мужикам вдруг Так интересно Да Мещина это грязь Ну религия Это ведь говорит А религия зачем Говорит Чтобы женщину затоптать Унизить Да Прибить Хоть здесь Я тебя Да Засуну куда-то И при этом Мужчина не понимает На сегодняшний день Научно доказано Интеллект Ребенку Переходит От матери Да От матери Если ты имеешь Задавленную Тупую самку То ты будешь иметь Задавленное Тупое потомство А тебе это надо Мужик А разум А разум Где Ум У мужчин Ум Увы А ум Это автоматическая Программа Ну ты знаешь Ну все-таки Встречаются Разумные мужики Ну хотя бы Редко Ну хотя бы Вот Когда смотришь И думаешь Ну блин Мужик Крутяк Ум пользуется По назначению Это Как автоматом То есть вот Используя ум Да А живя разумом Это так же Как Есть Стиральная машинка Да А есть ручки Ну зачем Разум говорит Есть стиральная машинка Я воспользуюсь Автоматом Вот Ум по назначению Ум придумал автомат Замечательно Машина Программа придумала Машина Ну тогда ты о власти Тогда во власти Должен стоять Всегда разум Который будет управлять Автоматами Ну так это о разуме Это о разуме Да Это о развитии О росте Правильно Разумная жизнь Не автоматическая Ну да Максим Г Пишет Женщинам Стоит разобраться В воздержании Вот Ириш Тебе интересна Тема мужского воздержания Нет И Максим Вот как раз таки Он Я его чувствую Слабым Слабым Совсем слабым Разбитым Слабым И прикрывающимся Вот этим Он как бы Я воздерж В воздержании Живу Он как бы Себя этим Преподносит А там Совсем слабое Слабый Слабый Человек На самом деле Если Максима Ковырнуть Он плакать будет Там слезы Чувствуются Да Там слезы Чувствуются Очень большая Боль Чувствуется У Максима А Максим Посмотрите Посмотрите в глаза Своему страху Просто развернитесь И посмотрите И может Тогда не надо Будет воздерживаться Может Тогда Может быть Появится рядом Любимая женщина И в любви Можно будет Родить здоровых Полноценных детей И тогда Жизнь будет Совсем другими Красками Сиять Потому что Когда рядом С вами Любящее сердце Когда рядом С вами Свои собственные Классные дети Когда рядом Семья Когда рядом Вот это Тепло жизни Это такое Счастье Это счастье Нельзя заменить Ничем Вот ты сейчас Говоришь 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 А Максим Вот послушает Будет слушать Это Будет боль Боль Внутри Боль Как рано Я это чувствую Прямо рано Зачем я говорю Чтобы взорвать Это дело Рано Рано Прямо рано Чувствуется Болит Взрыв И слезы И вот После взрыва И слез Максим Повернитесь И посмотрите Боли В лицо Посмотрите Травмы В лицо Посмотрите Своему страху В лицо И тогда Не нам надо Интересоваться Вашим воздержанием Нам вообще Похрен А вам Надо интересоваться Своей болью Чтобы эта рана Закрылась И не гноилась И чтобы Вы Смогли Создать Здоровую Полноценную Семью В любви И счастье Родить здоровых Детей В любви И счастье И убрать Обиды на женщины На женский мир А это Про мужскую силу Потому что Если мужик Застревает В слабости То в какой-то момент Он променяет Женщину На мужика И пойдет Деградация И это Не про любовь Это Подмены Подумайте Может Имеет смысл Проявить Свою силу Именно силу Вернуть Свою силу Себе Мужскую Потому что Настоящий мужчина Это сильный самец Это сильный Счастливый Самец В любви И в радости Это самец Который дарит Счастье Любовь Который наполняет Любовью И информацией Мир женщины Мир яйцеклетки И тогда яйцеклетка Уже не больная И поломанная Там И ненужная Грязная И так далее Задавленная А счастливая Чистая Которая несет любовь Сияющая Здоровая Яйцеклетка Для здорового потомства Нужна здоровая яйцеклетка И именно здоровая яйцеклетка Передаст здоровый интеллект И разум детям Именно она А тупая И забитая Грязная Будет такое же Передавать Будущему поколению И тогда Что будет Заболевание То есть мир Начинает болеть Что мы и видим И посмотрите Как обстоят дела С интеллектом В странах Где затюкали женщины Вот просто Тупо Откройте Вот у нас есть Примеры Там Индии Туркменистана И так далее Афганистана И посмотрите Вот у них Что творится С женщинами И вот такое Интеллектуальное развитие У них в стране И посмотрите Там где женщина Свободна США Европа Беларусь И вы увидите Какое интеллектуальное Развитие У потомства Просто честно Посмотрите И не врите Сами Себе Если Женщина Чистая Свободная У нее Есть доступ К образованию К развитию Она будет иметь Такое же Потомство Она Это передаст Потомство Потомство Копирует Копирует Интеллект С яйцеклетки С матери Хотите иметь Здоровое Потомство Имейте Здоровых Полноценных Женщин А если Вы мужики Будете Вытирать Ноги И считать Яйцеклетки Грязные И так далее Ну Вы вот это Будете Видеть В своей жизни И вы будете Иметь Таких же Грязных И затоптанных Жен Думайте Что делаете Физическая Сила Не дает Разума Но при этом Человек разумный Может обладать Физической силой Как-то так Оля И ava П П П П П Субтитры сделал DimaTorzok